Так, давай. Вот они мои голуби, как сидят, а? Ну, не бойтесь, не бойтесь, пускай успокоится. Они мой голос слышат, я буду разговаривать. Минутку, подожди маленечко. Ой, хорошо как. Отдохну хоть маленько. Ну, представь, в мешке нес. Не в ящике, ничего. В мешок свалил? В чем он должен думать-то? Вот. Это долг из всех. Видишь, как? Не дает. Ну, что ты дерешься-то? Не по-христиански совсем. Давай, не задавайся. Давай, ой, как хорошо. Ешь давай, ешь. Вот, это, будьте просто как голоду. Ладно, ладно тебе, драться-то. Я сказал, не надо. И главное, Миша мне его заложил, и привезли Потеряевку туда. А привезли неаккуратно, несколько штук мертвые завалили. Я его выпустил, он куда-то вылетел, нету. Ну, вылетел, его нету. А у него, вот, видишь, какой маленький, черненький, два пятнышка. Я залез на голубятню, это 9 метров высоты. Ну, нигде нету. В окошко смотрю, Люба идет. Минаю, а впереди голубь белый летит. Как у меня две голубятни, все закрытые. Потому что я приручал, там, ястреб под уголубку задрал. Я выскочил, нигде никого нет. Я залез опять на голубятню, встал и стою, кричу, гуля, гуля, гуля. Вдруг откуда-то сверху летит, и прямо ко мне подлетел и сел, он ручной. Ну, я его тогда сразу отделил, и в ящики подвесил, там ночь подлесевал, сюда обратно привез. Он по деревьке был. Вон какой. А второй, он тот коричневый, двухчубый. Они все очень породистые. Сейчас мы выйдем на улицу, я покажу, как они крутятся. Ох, они турманы, вот так свечой кверху идет, подворачивает только. Ну, давай, ешь, ешь, ешь. Вот такие у нас дела. Ну, давайте, дальше, считай. Да мы уже два срока отсидели. Все уже. Два срока отсидели. Да мы сейчас ищем, где написано, вы куплены дорогой ценой. Симфоний нету, и мы что-то не расстроились. Ну, вы, Игнать Тихонович, скажите вопрос. А симфоний делки с рабами человеков? Ответ. Ну, мне надо искать. Ну, смысл в следующем. Антонина сказала, если вы говорите, что купил нас Христос, то у кого? Вы купили. Не купили. У кого? У кого? У кого? У кого? Мы молчим на этот вопрос, не отвечаем, как партизаны. Почему? Я ответил. Игорь ответил, а закалчиваем. Конечно. Весь мир продан. Грех. А грех у кого владителя? Я нисколько не боюсь этого. Это область дьявола была. Вы некогда были отчужены от веры, Павел говорит, безбожники в мире. Где в мире? А Господь пришел до сего, чтобы победил мир. Тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире. А кто в мире? Тот, кто в вас. А кто в вас? Христос. Там не написано. Но мы должны знать. Того, кто в мире. А Господь как искупил от клятвы закона. Клятва закона означает проклятие рода, который, образно выражаясь, как бы находился в плену. Мы были пленены грехом. И он нас извлекает. Господь искупил от клятвы греха. От власти сатаны. И теперь мы дети Божии. Вот от кого. Вопрос такой был. Для Бога унизительно было бы выкупать у сатаны. Откуда эти вопросы? До сестра пришла. Ну ладно, откуда это взяться? Это унизительно. Давайте так. Он, говорит, не почитал хищением и травным Богу за уничижением. Унизил себя, принял взрак раба. Для него это унизительно? Ну конечно. Быть человеком, быть похожим на творение. Притом самое греховное. Господь не посчитал, и ты не считай это. А познавши, что он не считает это, уничижением себя или хищением от Бога славы. Ты должен еще более прославить его за смирение. Я кроток и смирен сердцем. И почему в церкви поем с ним лепоту облещайся, лепоту, лепоту. То есть красоту человеческого тела. Вот я строитель, я изучал. Ну что мое изучение? Это строение с тем, что Маша изучает. Она изучает тело человеческое. Это самое сложное, что сотворено на земле. Лепота. И она будет знать меньше, чем я знал. Почему? Потому что я кирпич узнал, для нашей ряда больше ничего не надо знать. Ей надо знать то, что еще ни один не познал. Почему сердце бьется? И она думает, что никто не ответит. Биотоки. Ну да. А кто их туда заложил? Биотоки. Это из чего ради они должны? Такой мясном и какие-то биотоки бить. И вдруг сердце, говорится, остановилось. А что у нас остановилось? Не поступает электричество. Здоровый, крепкий человек. И вдруг не бежал в 100 метров. Нормально. Сидел, разговаривал, пошатнулся, с капитры упал. Было напряжение? Не было напряжения. Почему? Ангел прознил. Или ангел взял душу. Мы можем как угодно говорить. И поэтому не надо считать, что что-то мы сделали открытие. Для всего открытия явился, показал себя ангелом. Они его не видели. Ангелы. Может быть, миллиарды лет они поклонялись. Может быть. Мы не знаем этот срок. Но они не видели, только пели «Свят, свят, свят, Господь Савов». И вдруг они увидели его рожденный Богомладенец. И как? Показал себя ангелом. Пропоедал народа. Вот это то, что Павел открывает эту тайну. Тайна, тайна, тайна. Спрашиваю, какая тайна? Не знаю. Тайного человечения. И то, что еврейский народ примирил с русским, теперь единое все. У людей никакого понятия об этом нет. Евреи захватили Березовских. Правильно. Правильно. Но почему они это сделали? Ты поезжай за рубеж. Два поколения русские, как правило, исчезают. Редко кто остается. Ассимилируется. Вышла замуж за итальянцев. Он католик. Перетащил себя. Русский женился и на итальянке. Он уже католик. Он ушел. Евреи 3600 лет не ассимилируются с другими нациями. У них другие законы. Евреи сделали то, чего ни один человек даже помыслить не мог. Вот сейчас попробуйте у русских людей сказать. Давайте истребим матерное слово. Да можешь всех сто раз казнить и ничего не получится. Если привыкшим к ранным словам, вовек не отучатся. А они, евреи, ученые, решили. Язык надо заменить, сделать такой, как библейский. Допустим, похоже на арамельский. И весь язык искусственно заменили. Сейчас разговаривают на новом языке и как будто того никогда не было. Кто это может сделать? Мы одно слово не можем заменить. Да у нас так принято. В грамматике бывает, изменяется одна запятая, и там спорят в каких верхах. Это заменили язык. Ты чему ребенка учишь, как бабушка? Скажи, вот ребенку 4 года. Давай мы его отделим, отдельно от тебя недельку позанимаемся с ним. И выясним, что он знает. Поверь, он не знает миллионной доли того, что знает еврейский ребенок. Не по знанию. Еврейский ребенок каждый день слышит, ты призван руководить миром. Тебе кочегаром не надо быть, редиску сеять не будешь. Тебе надо руководить всем человеческим обществом. Вон туда иди. Вон туда. Ты меня услышал? Вася, я тебе говорю, вон туда сядь. Вот что. Еврей предназначил совершенно для другого. И поэтому ему, зная эту нацию Павраму, Бог в миссию вложил. Вот это все делать. Но только они доброе перевернули на злое. Вместо Библии теперь они там Талмуд, Каббала, что угодно. Этот народ неистребимый. Окончательное решение еврейского вопроса было поставлено Сталином. Гитлером. Сталина, Гитлера нигде нет. Миллионы евреев погибли и набрали такую силу, которую никто никогда не имел. Вся пресса, армия, мир, все у них сегодня в руках находится. И они могут заказывать музыку любому государству. Следующее заливе сейчас Иран и Россия. И Россия ляжет к ногам в течение самой больше одной недели. Почему? У них это призвание от Бога. Только они перевернули другое. Там написано, говорит, и цари земные принесут славу твою Сиону. Зачем бы Исаия говорил? Какие цари земные? Все нации мира. Я с евреями сейчас переписываюсь в интернете. Они называются мессианские. Они Христа признали уже. Но внутри они остаются евреи. Ни одного слова, что против евреев не было. А нам разве никакой нет, как говорят, против русских? Они болезненно воспринимают. Тут у нас была еврейка. Я написал тут, в книге написано, когда считаешь про еврейскую нацию, то кажется, что Бог ошибся, избрав такую нацию. Самая кровожадная. Как она вскипела тут тогда. А я-то места писания все наполнил Иерусалим кровью от края до края. И дальше. Они никакие не иерусалимские князья. Они содомские и гоморские. К ним обращается пророк Исаия. Ты понимаешь, нет? Но как это содомские и гоморские, мы русские. Я согласен. Еврейка не согласна. Вот она была здесь у нас. Почему? Это в нации заложено в ней это. И она нигде не будет соединяться с другими и мыслить по-русски. И они придут к мировому владышеству. Но они должны прийти так, что остаток нации обратится ко Христу. И остаток примет Христа. Мы должны с этим согласиться. Леб никогда не будет траву есть. И он будет пожирать ягненка. Я могу ли вам обвечать? А он кровожадный. Ему это заложено. Генетически заложено. Так и еврейскую нацию. Это единственная закваска мира. И они задают три мировые религии. Христианство, иудаизм, ислам. Это все исходит от них. Три мировые религии. Ты понимаешь, нет? Все государства мира, Америка, все долгах перед евреями. И они потерпели самый большой урон в эту войну. Ну, говорят, Холокост это не действительно. Ну, ладно, не 6 миллионов, а 5 с половиной. Суть не меняет. Но учитывая, что народу всего 12 миллионов, это 50%. Ты маленько, ты учитывай. Да, у русских погибло 30 миллионов. Но учитывая, что их вместе с нацсменами было 280. Но 30 миллионов, это же не половина. Это особая, богоизбранная нация. И ты хочешь быть благословенным, ты только благословляй. Да обратятся они к Богу. У него написано, проходя мимо храма, плюнь. Да провалится это языческое место. Я, проходя мимо их, могу сказать только, благослови Господи эту синагогу, которая сатане служит и не знает тебя. Да обратятся они ко Христу и Синному Богу. Я не плевать ничего не могу. Мне Бог засмолил рот. Евреи могут быть только благословляемы. Ты хочешь быть проклятым, чтобы дети были непослушны. Тебе не надо ничего делать, только проклиная евреев, и ты будешь проклят. Господь говорит, проклянул проклинающих тебя. Ты считал, это Бог сказал. Это неистребимо написано в Библии, которая у нас переведена на русском языке. Чего непонятно, я не могу никак понять их патриота. Вы что хотите? Так тут не написано, когда евреи будут плохие, надо проклинать. Ты зачем комментарии даешь, вопреки Писанию? Независимо ни от чего мы должны благословлять евреев. Так они и так, а мы так. Так с евреями надо бороться? Надо. А с мусульманами? Бороться смертным боем надо. А как? Любовью. Он нуждается, помоги. Жаждет напой. Другого оружия нам не дано, его нет. Все остальное из другого арсенала. А значит, с тем ты и пойдешь отвечать. Что я не так говорю? Дай аминь. Дай аминь. Поэтому благословляйте евреев, благословляйте мусульман, благословляйте русских. Желайте, чтобы они получили добрых пастырей, чтобы священники учили по Евангелию. Не просто служба, треба, служба, треба, деньги, 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 деньги. Они ничего больше не знают. Вопрос можно, Игнатий? Вопрос. То, что благословение, это понятно. Что у вас ведущий-то здесь? Ведущий я. А руку мне поднимаешь. Ну, вы говорили, как вы ведущий, вы старшина уже пришли. Поэтому автоматически вас к вам пришли. Автоматически. То есть вы правильно сказали, мы с этим согласны. Просто такое, вы говорите, льву занаряжено, есть ягненка. Но ведь еврей это не лев, это человек, который может обратиться ко Христу еще сейчас. То есть у него свобода выбора есть сейчас. Значит он может изменить свою вот эту... Я к тому говорю, что он может изменить, иначе бы не было призово прийти ко мне, все труждающиеся, обремененные. Господь бы зачем говорил, если я уже занаряжен, сказал, я к погибели предназначен. Я убийца, я по-другому не могу. Может быть другим прийти и принять Игорь Христово. Но не приносит. Но не написано, что после этого евреев проклинать. Дальше мы сами уже наплевываем здесь. А вот Березовский, там это Гусинский, там что они сделали, там вот Абрамович, а мне это знать не надо. Я могу абсолютно точно сказать, что я более счастливый, чем Абрамович. Я ни разу в интернете нигде не считал, что люди говорят, вот счастливые. А про меня, которые познакомились люди, ну вот здесь я прихожу, сидят представители краевого суда, представитель отдела института, генерал-майор, генерал-лейтенант, и заходит еще прокурор края, генерал-лейтенант, и только сейчас был Баварин, мэр города бывший-то. И вы, говорит, о вас рассуждали. Я говорю, а что говорили? Да мы сказали, говорят, что более счастливого человека в жизни своей не встречали. Представь, первые лица края, так я это слышу в интернете, люди. Почему? Я говорю, а по каким критериям определили? Вы делаете то, что вам нравится. Отсюда вы вот, ты делаешь с любовью, с желанием. У меня пища переваливается как надо. У меня все как надо идет. Вот мои братья, мы живем в одной комнате. У нас и холодно, и жарко. Сегодня я готовил, вчера он готовил, послезавтра, и это, вася, встаем вместе на молитву. У кого какая нужда, мы все вместе на молитве. В 4.40 мы уже на молитве. В день вот я посмотрю, у меня почти каждый день 10 раз на молитву. Это три святоя и 100 поклонов. Три святоя и 100 поклонов. И все мы это знаем. У меня на душе спокойно. Врагов нет. А которые буйствуют враги, мы за них молимся. Ни один Березовский так спать не может. За ним охотятся, киллеры. Его отравили, Литвиненко. Теперь он думает, как бы и с ним так не случилось. А я выйду на улицу, никто меня не ищет. Иду ночью. Я никому не нужен. Вот посмотри. А я гляжу, от меня люди в сторонку. Они боятся, как бы я их не оградовал. Еще почтение к моим валенкам красным. Видишь, какие вот разноцветные. Вот посмотри. И к этим моим штанам. Тихо, не то, что они же через сапог бегали от них. Да, бегали. Это ее муж как раз, когда нас преследовали. Вам интересно это? Да. Нас заблокировали в комнате. Но никто на 100% не знал, что мы в комнате. Ты была? Ну, неужели? Вот так. Теперь куда ходить? Одно ведро. Ведро полноса спащает. Тебя не было? Нет. Нет, она не была. Тогда они поехали на завод, полисестренку. Она на аппаратурном работала. Привезли. Говорят, там что-то слышно. Она говорит, у нас две кошки бегают, прыгают. Они через дверь. На окно, на подоконник, КГБшники залезут. Один майор залезет. Вот сейчас генерал-майор. Генерал-майор в охране Вельсона. И когда мы вышли оттуда, они не знали. Когда мы вышли, а машина стояла одна, вторая, ну, прям вблизи. Тихонько. Заблокировано. Во сколько? Куда? Так они у меня такие на потолке маленькие щели там где. Ну, трещина. Они туда щупы толкать пытались. В земле копать под пол. Там под пол. Комната вместе с кухней одна. Куда вы видели людей? Когда? Дети говорят, мы не спали. Мы в машинах сидели. Я могу подтвердить, они не спали. Я видел, что они не спали. Но я вывел-то ни два, ни три, а там 18 человек. На 12 квадратах. Представь себе. Там была разработана операция. Когда вывести? В какое время? На сколько групп разбиваемся? Кто куда бежит? А кто первый? Первый идет с полным ведром мочи. И первый, кого увидит, бьет его этим ведром. И пока он там, это, прихорашивается, мы в разные стороны. Целезь заходили там в это ведро. Как товарищ Ленин говорил, говорит, по двое и в разные стороны. Вот. И мы, значит, мне досталось бежать через маслозавод. Представь, куда? Туда. И оттуда. Саша. Саша, ее муж вот был как раз. И мы с ним вдвоем. А с нами Леша еще был. Леша. К Леше мы шли. И вот он прислушается. Я это плохо слышу уже. Идут сзади. А туман не видать еще. Идут сзади. Помните, когда к Каба грядешь, а он идет там в подвал, говорит, кто-то идет. Кто-то идет. Ну, мы тогда что, рядом калитка, мы раз за нее. Он подскочил никуда за калитку, а я держу этот, который в калитке, закрывается. Подергал, нету. И они побежали дальше. А мы тогда через огород, через это, через забор перепрыгнули, там сарай, ну, боевик настоящий там. Прыгнули, я-то поменьше ростом бегу, а там огромная собака. Собака-то и не ждала такую беду. И вдруг с обратной стороны прыгает здоровый дядька центр на эту Сашу, здоровый дядь, на конуру-то. Собака выскочила, а собака огромная. А она, когда опомнился, а я уже проскочил туда, она за ним. А Саша-то, когда понял, что от собаки бежать, а проволока-то не по низу, а по верху-то, он ее на грудь-то принял, эту проволоку-то. А сам еще не знает, что тебе. Он бежит, а проволока, еще она была обвисшая-то. И когда проволока полностью натянулась, она бросила ее обратно в кабелю к этому. Отбросила туда-назад. Представь, это вообще картина была, тут снимать некому было. Мы на ту сторону, когда только перескочили, и дальше машина с одной стороны на другое нас останавливает. Сажайтесь, вы думаете, что вы говорите. А я гляжу в гражданском, я говорю, а вам какое дело, это вы же не милиция. Она говорит, а мы повыше милиции. И сразу меня домой на допрос, ну а дальше все пошло как надо. Это в моей жизни было. И когда я, ну, считаю, там, вот это, бег по льду, как американского шпиона тут ловили, отчасти я этого коснулся. И вот когда сейчас везде говорят, как относятся, там, милиция, милиция, как избивают, там, в КГБ. Знаете, я не могу сказать, что этого нету. Но со мной этого не было. Спрашиваю, а почему? Ну, у баптистов у них трафаретно, а потому что вы их сотрудник. Нет, я сотрудника моих не был. Нету. Я потом делал запрос, когда освободился, какая у меня кличка была. Они говорят, а у вас клички не было. Я говорю, кличка у вас всегда есть, объект, над которым работаете. У вас не было, просто Игнатия Лапкина. Я знаю клички там Войтовича, которые наши были священников. Я знаю, кто человек был, он мне сумел передать. Даже в Москве, которые были, которые сейчас в Америке живут, я и знал их клички. У меня клички не было. Ну, такое бывает у них. Я когда стал спрашивать, они говорят, да, это бывает. Просто не могут куда определить человека. Но они кличку дают, что-то в характере есть. Хороший знакомый мой, он ученый, просто его кличка была Клоун. Клоун. Значит, что-то находили такое, где-то кривлялся или где-то. Это Бог так сделал. И это меня еще и спасало. Когда других избивали, а у меня стояла там особая пищать, знак, меня не трогать. Меня сразу отводили в сторону, и потом старшина мне сказал. Вот приезжал, этот, закройте везде все эти. Оно мешает, конечно, сильно. Свет, откройте, закройте тоже. О, нет. Нет, не так, да? Желтые. Нет, нет, пусть, пусть. Ну, одну, одну. Ну, там пускай, это будет. Вот эту закрыть? Нет, нет. Вот так нижнюю. Маша, вот так это будет достаточно. А желтую закрыть. Да зачем все это? О, снимай, снимай, снимай. Я видел. Но мои хорошие голуби, они сидят здесь. Они слушают вас. Ну, они слушают внимательно. Я по глазам любую ручу. Если пути человеку угодны Господу, я считал такое у Соломона, то он и врагов его примеряет с ним. Ко мне везде относились благосклонно. Меня ударил только один раз рор в лагерь, и ударил скользко по руке. Он сказал, не крестись. При допросе сидели в политотделе. Я сидел, я крестился, буду крестить. Он так вот ударил. И вдруг они по-казахски что-то загарбкотали между собой капитана. А этот майор был. Он ему... А тот... Так вы же и славянский понимаете. Я тоже считал и начал это говорить. Я вижу, что... Вас же за это посадили. Нет, за это не посадили. Вот у вас посадили наркоман, он не наркоманит. Посадили убийцу, он не убивает. А вас посадили, вы продолжаете тоже делать что-то там на свободе. Смысл-то наказания. Я говорю, меня за веру не садили. Прямо за веру. А за то, что я распространял. Там начитано что было. А здесь я не распространяю, не начитываю. Так что я тоже тут не делаю то, что там делал. Если ты доверяешься Богу, Бог знает силы. Может, я слишком слабый был. Другие более сильные. Вот отец Глеб Якунин. Я и сидел-то там меньше... Год с чем-то. А другие-то сидели по 10, по 20, по 30 лет. Поэтому... Ну, я думаю, что отношения у меня с каждым буквально днем, месяцом только улучшались. И которые начальники все... Вот представьте, я прихожу, а у меня Библия, просворы, лежат тумбочки. Прихожу, нет ничего. Я к начальнику, он уже навстречу идет. Владимир Васильевич Слабак. Как бы я желал его найти. И он говорит, я узнал, что сегодня у нас будет здесь обыск, комиссия придет. Я вашу Библию из тумбочки взял, к себе в сейф положил. Представьте, ну где это видно, чтобы начальник верующему подвергал себя еще... Он опасности подвергает себя. И это вот именно такое. И когда я уже не мог доходить, он пришел, узнал, что ночная смена. И он пришел, и мне только шепнул, сейчас за мной беги, только не останавливайся. Ему надо было меня с промзоны и скорее затащить туберкулезный диспансер. А там особая, огромной высоты, железная. Внутри лагеря еще лагерь. И туда у меня... И вот он подошел ко мне, сказал, я ничего не понял, у меня за руку схватило бежать. Надо было бежать, потом там через эту... Бригадир кричит, куда у него смена? Он говорит, только не разговаривай, не оглядывайся. Я потом рассчитаюсь с ними здесь. А сам здоровый, высокий такой. Я за ним едва поспеваю. Он меня протащил через эту, а потом переходить там, переходной такой через зону, которая отделяет промзону от жилых. И к себе туда. И бегом, бегом, бегом. И ворота железного захлопнул. Все. Я утром встаю, у меня двойная порция молока, двойное масло. Каждый день двойная. А у меня за темнение легких началось уже. Бронхи. Они с врачом договорились. И все. Сегодня, говорит, опять будет досьмон. На другую сторону обойди, с той стороны больнички. Сядь там, сиди пока. И он меня... Я вернулся, когда вернулся, я помирать. Почему он за меня так? Как я это могу сказать? Конечно. Большую роль сыграла Надежда Васильевна. Она приехала, успела там на зону познакомиться с врачом. А врач с ней близкий. Ну, тут все здесь. Вот Надежда Васильевна по высшему классу прошла. Я, кто не знает, я один случай вспоминаю. Она нашла автокран с огромной стрелой. Попросила его возле самой зоны. Положил стрелу. Представьте, там сколько тросов-то. Сама легла на макушке стрелы между этими канатами, которые мазутные там идут, длинные тросы. И попросила его, чтобы он поднял ее над зоной. И она подняла. Она боязливая, тут ничего не боялась. И ее увидели казахи, она им показала. И они прибежали ко мне, говорят, там женщина к вас зовет казахи-то. А они сразу поняли, что это означает. Я выскочил, никого нет. А там автоматчики прибежали и все дело это прекратили. Это спектакль кончился. Это Бог только делает так. Но я думаю, что Господь знал мое желание послужить Ему. А записку... Вот так. И поэтому вы любой вопрос разбираете, что мы говорили сегодня. Ты никогда не ищи своего. Я хочу все сначала начать, но по-божьему. Вот это я сделал неправильно. Я не боюсь начать сначала. Я не прав был. Не прав. Я вижу, и дорога идет не туда, как путешествие пилигрима. Она рядом, параллельно. А ночью она ушла совершенно в другую. Теперь вернуться надо назад. Тогда вернуться назад. Начнем сначала. Мы начали все сначала. И вот получилось как есть. Какие-то вопросы были еще? У нас вопрос о строении... Ну, о душе человека сейчас будет. Седьмая глава. Что она означает? Вопрос. О грехе его и о законе, который в разуме. И грех во плоти. Нужно сказать о законе, что закон не надо дробить. Как говорят, это большие заповеди, это маленькие. Написано, не прелюбодействуй. И не убей. Что ровнять-то? Жизнь отнял, а тут по согласию двое. Двоим пользу. Еще и ребенок родится. Будет в вооруженных силах служить. Академиком будет. Наоборот, у меня один на работе был. У него там не хватало женщин. Да он совсем. У меня сыновья сейчас трое от разных жен. Служат в армии. Меня еще награждать, говорят, орденом надо. Ну, в общем, по государственному-то. Как называть демографическую проблему. Так он ее решает. Представь себе. Это он делает. Господь допускает это. Но вот сын, который старше. Он за бутылку идет. Наклонная стрела. И развернулся, и упал, разбился. А второй каждый день его бьет. И он говорит, что мне сделать, чтобы моего сына убили второго. Вот и сыновья. Он житья никакого нет. Я прихожу, он каждый день меня бьет. И поэтому благословение и неблагословение, оно покажет себя рано или поздно. Не было благословения на это. Совета не было, ничего не будет. Все, что они делают, это все ничто. А как? Начать сначала. Вернемся на исходную позицию. Мы начинаем молиться, а дальше Бог положит. О законе. Бог дал закон. Но самый главный закон, люди в большинстве своем как бы не замечают. Закон любви. Я вот сегодня говорил утром. Один сделал замечание, и он меня убеждает прав. Я говорю, он прав, но не по любви. А они отвечают. И в общем-то они обороняются свою, защищают глаза, чтобы не лопнули. Они отвечают, но тоже не по любви, не по любви к нему. Я это докажу в течение пяти минут. Я бы никогда так не сделал замечание. И никогда бы не отреагировал, как они, сестры, отреагировали на брата. В общем, правы были те и другие. А по закону любви ни те, ни другие. И до этого закона я доходил годами, десятилетиями. Я определенно скажу, я никогда не сделал ей замечание там. А подошел бы, может быть, как-то в вероническом тоне над собой потрунить. Что-то я хотел, да не получилось. Что-то у меня делал. И она бы это поняла. А можно в лобовую атаку идти, и еще один враг у тебя есть. Еще один. А нужно, чтобы и врагов примирил с тобой Господь. Говорят иногда в субботнике. А вот суббота. Бог не отменял. Не отменял. А он заменил ее на воскресенье. И где Бог ее не заменял на воскресенье? Это не написано. В Библии не написано. Так а что, субботу праздновать? А вот тут вопрос. О воскресенье нигде не сказано, только в эдиктор царя Константина Великого. Так мы что, Константинов закон исполняем? Да. Это мы не евангельские законы, что сегодня мы сидим, а вчера работали. А почему? Так тогда субботники правы. По букве они правы. По духу мы. А почему? А Господь творит все новое. Когда я начинаю им объяснять, они как-то как в ступор впадают. Суббота нужна. Но субботу другой смысл был. Покой получено уже не от творения Божьего, что Бог прекратил творение, а от творения духовного, что Он спас человека. Не крутите сумку. Неужели такая нужда над столом? Таскать. Сам поет у нее. Ну я уже знал, что это будет. Сам поет. Вот сейчас они опять куда попало, полетят. О законе рассуждать может тот, кто его исполняет. О который не рассуждает, он просто красновасие разлагольствует. Бог дал закон для пользы. И кто нарушает этот закон, тот будет страдать. Вот сегодня муссируется тема. Почему запрещают до брачной связи юноши, девушки, мужчины, женщины. Наоборот, они познают друг друга лучше. 80% развода те, которые сходятся, когда друг друга знали они уже. А те, которые процент ниже, намного ниже. А почему? А дальше дается объяснение. У меня материал на форуме стоит. А почему нарушение закона Божия? Богу это не угодно. И так в каждом вопросе. Где бы мы что ни решали. Я вчера поставил ролик один, как мальчишка дома играет на компьютерных играх, и мать видит, что уже зашло далеко. И в него бесы входят. И что он там делает, это прямо, я так думаю, матери этой заплатили, чтобы она прилично вела себя. И заснять, иначе она зачем бы разрешила-то. Как он себя ведет, как разевает рот, как он кидается книжки, ломает все, если ему не дают закончить эту игру. Абсолютно буйное помешательство. И как беседует, отец его схватил, пытается задержать, он ничего не понимает, я там не доиграл. Он абсолютно помешанный. Продолжение следует... Продолжение следует...